На прошлой неделе мы вам рассказывали, что у наших боксеров слова с делами не расходятся. Но мы сами не ожидали, что подтверждение этих слов наступит так быстро. Сегодняшний выпуск Хабаровско-спортивного на Хабаровской студии телевидения про бокс, как вы уже догадались. На недавней коллегии Федерации бокса Хабаровского края было подчеркнуто, что наши спортсмены уверенно лидируют на дальневосточном ринге, стабильно попадая в тройку лидеров по всем возрастам и весовым категориям. Пора бы становиться первыми не только в нашем регионе. В сборную Российской Федерации входит достаточно большая группа боксеров. Вот с ними надо работать и с ними надо особенно акцентировать задачи. Поэтому наши как раз усилия и в этом и состоят. Усилия тренеров, усилия Федерации, усилия краевого и городского комитета по спорту. Не каждый день в Хабаровске так встречают наших спортсменов. Повод более чем внушительный. Дмитрий Нестеров вернулся из Румынии и не с пустыми руками. В его активе бронзовая медаль первенства Европы. Если вы думаете, что он пришел в секцию бокса и сразу стал громить всех подряд, то это не совсем так. Здесь немножко по-другому. Я его взял с Биробиджана. Он был такой средний уровень боксера, но тем не менее подавал хорошие перспективы, потому что он психически устойчивый и очень хорошо растет волевые качества. И буквально через два года он стал чемпионом мира среди молодежи. Для того, чтобы дорасти до мастера спорта международного класса, у Дмитрия Нестерова изначально были все составляющие. Психическая устойчивость, хорошая координация и еще кое-что очень важное. Все, что присутствует в талантливом боксеру, в нем оно было. Но единственное, что, конечно, нужно максимально сработать правильно, грамотно, чтобы он, конечно, в итоге подошел к форме спортивной и показал ее тогда, когда оно нужно. Ну и самое важное, его волевые качества, его работоспособность. Она, конечно, в итоге дала результат. После успеха в Румынии, где Нестеров в своей весовой категории до 75 килограммов и уступил только будущему чемпиону Европы из Украины, тренерский штаб нашего боксера уже думает об Олимпиаде 2020 года в Токио. Это основа основ, это мечта каждого тренера, поэтому надо конкретно распределить силы, чтобы подойти к этому году с максимально хорошей формой. Мы уже говорили о плюсах Дмитрия Нестерова, повторяться не будем. Добавим только, что после каждого боя он анализирует все, что произошло на ринге. И с самокритикой у него полный порядок. Работа ведется всегда. Я записываю свой каждый бой. И после каждого соревнования я приезжаю домой и разбираю свой каждый бой по полочкам. Поэтому, да, конечно, теперь я знаю еще массу своих ошибок. Работа над ошибками – это тоже часть работы. Но медали и другие титулы – это не все задачи Дмитрия. Долгое время у нашего бокса не было первого лица. То есть примеры для подражания для начинающих спортсменов. Дмитрий Нестеров готов им стать. И испытания медными трубами тоже не боится, если это слово, конечно, применимо к боксерам. Я буду стараться, чтобы стать францеменом. И речь не о музыке. Это был Хабаров спортивный на хабаровской студии телевидения. Получится ли у Дмитрия Нестерова все, что он задумал, сегодня мы сказать, конечно, не можем. Но мы знаем самое главное. Что бы ни случилось, где бы вы ни были, болейте за наших. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok